Добрый вечер, в эфире Вести Карачао-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Добрый вечер, в эфире Вести Карачао-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Добрый вечер, в эфире Вести Карачао-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. В республике составился круглый стол по актуальным проблемам, связанным с соблюдением прав граждан на льготное обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. В работе круглого стола приняли участие представители Народного фронта, Общественной палаты, Росздравнадзора республики, а также средства массовой информации. Первый заместитель прокурора Санал Бахников говорил о значимости обеспечения жителей лекарственными средствами. Особое внимание уделяется вопросам защиты прав несовершеннолетних. В выходящем году выявлено свыше 150 нарушений закона в сфере здравоохранения. Внесено более 70 актов прокурорского реагирования. Предостережены о недопустимости нарушения законов 44 должностных лиц. По итогам мероприятия определены меры по дальнейшей эффективной работе обеспечения населения лекарствами. Поскольку за последние три года и в частности в этом году органами прокуратуры приняты достаточно большие меры по регулированию, по соблюдению законов в данной сфере. Однако имеются в любом случае остались, точнее, проблемы. Огромное спасибо хочется сказать общественным организациям, с Народным фронтом, с общественной палатой. Мы работаем практически на постоянной основе и обмениваемся теми вопросами, которые проблемные существуют. Пытаемся найти пути их решения. Я думаю, что в дальнейшем мы еще более тесно будем взаимодействовать. Я что хочу сказать про эту тему. Тут все мы понимаем, что только вопросами, связанными с реализацией полномочий органов прокуратуры, здесь невозможно обойтись. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачао-Черкесии выявлено 63 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 32 113 человек. Из них 28 337 выздоровели, 450 человек госпитализированы. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. А днем до 11 тепла и местами до плюс 5. Ночью на дорогах местами гололедится. В Черкесске без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 1-3, а днем 8-10 градусов выше нуля. Мы всегда ищем настоящее. То, что делает нас собой и позволяет быть такими, как мы есть. То, из чего состоит наша жизнь и что придает ей ценность. Наше будущее – это ведь тоже настоящее. Только оно придает жизни глубину, цвет и вкус. И поэтому так важно уметь находить и ценить свое настоящее. Продолжаем выпуск. Теперь записаться на курсы, кружки, секции, муниципальные центры дошкольного образования, а также в спортивные, музыкальные и художественные школы можно через новый информационный портал. Официально он называется «Региональный навигатор дополнительного образования детей». Зачем в нем регистрироваться и легко ли пройти эту процедуру на сайте «Навигатор дополнительного образования детей» узнавала Альбина Ламкова. Нажимаем на кнопку «Регистрация», выбираем муниципалитет. Конечно же, первым делом требуется найти нужный сайт навигатора дополнительного образования детей в интернете и перейти на него. Для регистрации на сайте необходимо пройти авторизацию, заполнив обязательные поля, используя подсказки. Записаться легко и просто, говорит методист регионального модельного центра дополнительного образования детей «Аблю Бастанова». Регистрация в личном кабинете позволяет родителям участвовать в программах, на которые ведется запись. Можно получить информацию, на что они направлены, какие результаты приобретет ребенок и на какой возраст рассчитан предлагаемый учебный план, а также какой педагог преподает. И там же можно ознакомиться с отзывами самих родителей о результатах освоения их ребенком той или иной программы. Если она нас устраивает, можно вот здесь нажать на кнопку «Записаться», и тогда заявка придет педагогу до образования на его личную страницу. Обучение на сайте «Навигатор дополнительного образования детей» значительно сокращает время, которое раньше тратилось на объяснение и поиск информации, говорит Аблю Бастанова. На сегодняшний день в «Навигаторе» зарегистрировано 74 611 детей. Ничего сложного в регистрации системы «Навигатор» нет. Единственное, могут возникнуть проблемы с тем, что уже ребенок ранее был зарегистрирован, и уже система его не пропускает. Таких обращений к нам в региональный модельный центр очень много, но мы им сразу оперативно помогаем. Ограничений в выборе секции и кружков нет. Ребенок может посещать любое количество занятий. Главное, чтобы у него хватило времени. Но если он запишется на пять кружков в одно и то же время, понятно, что всех посещать он не сможет. Это будет видно в системе. И позволит освободить места для других детей. Альбина Ламкова, Мухаммеда Шибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Общероссийский народный фронт по Карачаево-Черкесии вместе с деловыми партнерами устроили новогоднее чудо для детей, вынужденных встречать Новый год на больничной койке. Новогоднее чудо – это всероссийская акция, в рамках которой каждый год поздравляют детей, нуждающихся в нашем внимании. Подробности у Мурата Джанкезова. Новый год на больничной койке – не повод расстраиваться. Поднять настроение маленьким пациентам детской больницы постарались волонтёры акции «Новогоднее чудо», которая проводится под гидой Общероссийского народного фронта. Благодаря нашим, конечно, не только партнёрам, но я не побоюсь этого слова, друзьям, это хижина, это «Чистая планета», это агентство от А до Я, которые сделали вот такой прекрасный праздник. Сто подарков пациентам, вот клиники, всех отделений. Это сегодня мы уже привезли, сейчас аниматоры всё это дело раздают, вы это видели. Также сегодня в «Счастливое детство» переданы часть подарков, 57 подарков уехали туда. И для онкологических больных ещё 40 подарков от тепловых сетей также пожертвовано. Также сегодня эти подарки уйдут в разные семьи, в Карачаево-Черкесии. По мнению врачей, в эти дни предновогодние особенно важно создавать праздничное настроение у маленьких пациентов в больнице. Ведь не секрет, что положительные эмоции благотворно сказываются на самочувствии и здорово влияют на скорейшее их выздоровление. У нас в хирургическом отделении, в травматологическом отделении, в лоротделении лежат дети, которые, большинство из них к Новому году дома не окажутся. Но сегодня они получат и подарки, они получат, и именно, представляете, когда сегодня одному ребёнку занесли подарок, он сказал, а Дед Мороз где? А вот Дед Мороз, поэтому огромное спасибо. Наверное, говорят же, красота спасёт мир, но и доброта спасёт мир. Вот в эти дни, то, что наши дети получили вот такую огромную порцию доброты, вот бесконечная благодарность. Новый год – это праздник, который ждёт каждый, а дети особенно. И задача волонтёров – подарить немного счастья каждому ребёнку. Мурат Жантьёзов, Максим Долгов, Вести Карачаева, Черкесия. Два дня до Нового года многие уже нарядили ёлку, а кто-то ещё в раздумьях живую или искусственную. Главное – красиво нарядить. Специально покупают красивые ёлочные игрушки. Сейчас пошла мода на старинные, даже антикварные. А ещё сейчас возрождают ватную игрушку, которая была очень востребована ещё до революции. Об истории её создания и о мастере, которая воплощает сказочные образы. Репортаж Светланы Шагановой. Новый год в любом возрасте связан с ожиданием чего-то светлого и сказочного. Не только подарки делают это время волшебным, но и ёлка, украшенная игрушками. Особенно приятно сделать их своими собственными руками. Ватная игрушка давно исчезла с полок магазинов. В последние годы, когда всё больше людей обращается к старинным традициям рукоделия, к нам вновь возвращается и ватная игрушка. Такая уютная, милая и домашняя, напоминающая о зимней сказке с белыми пушистыми сугробами, Дедом Морозом и Снегурочкой. Всё это великолепие можно увидеть в маленькой мастерской Зары Баровой в ауле Кошхабль. Началось её увлечение несколько лет назад. Вдохновили работы известного художника Сният Хагур. На тот момент Зара уже была на пенсии. Времени было много и хотелось отвлечься от житейских проблем. И прямо вот заразилась. Это как вот болезнь какая-то, вата притягивает. Зара Барова – учитель черкесского языка. В детстве, как и большинство детей, ходила в музыкальную школу, играла на фортепиано. Как она признаётся, родители приобщили к музыке. Особого интереса к рисованию и рукоделию не было. И спустя столько лет пришло вдохновение. Зара Барова поступила даже на курсы ватной игрушке в Москве. Не всё сразу получилось. Но терпение, желание, любовь к творчеству оказались превыше. Это было вообще что-то не то. Но это я сделала, и она со мной всегда ещё. Ну, вы можете показать? Конечно. Сейчас я вам её покажу. Это крашеная вата. Это что у нас? Это мальчик у нас такой. Лицо было из пластика. Вот всё, что я смогла сделать в этой работе. Это 10 раз переделанная работа. Ещё одна игрушка, с которой я никогда не расстанусь. Это вот эта игрушка. Это ученица Зара Бара. Зара Бара. Это, наверное, для себя? Да, это я. На первый взгляд, технология изготовления ватной игрушки достаточно проста. Занятие увлекательное, но кропотливое. Понадобится вата, проволока, клестер и краски. Но ещё красивые лица нужно вылепить из специального материала. И мастерица Зара, не имея специального образования, лепит как профессиональный скульптор. Да ещё и дизайнер придумывает и ватную одежду для сказочных персонажей. Дед Мороз в ватной шубе, как и сказки Морозка. Образ падчерицы из 12 месяцев. Баба-яга, фигурки зверей. Игрушки, будто сошедшие с книжных иллюстраций, знакомые всем с детства. Вот я хочу, чтобы мои игрушки тоже воспоминания какие-то давали. Надежду какую-то. В мастерской Зары Баровой творческий переполох. Куда ни глянь, игрушки. Одни уже полностью готовы, другие в работе. На изготовление одной уходит неделя, а бывает и год. Всё зависит от вдохновения, признаётся Зара. Одна игрушка может стоять и год, и два года простоять. Если на него тяги нет, то не доделаешь. А потом возвращаемся. А потом возвращаемся. Возвращаемся и сразу из этой игрушки. Даже не то, что хотела я сделать, получается, а совсем другое. Я хотела тигра сделать, получил сайт. Ёлка украшена и советскими стеклянными игрушками. Наверное, у многих они сохранились. Это теперь реликвия. Такие уже не купишь. В доме Баровых бережно хранят семейные традиции. Ёлочные украшения в память о бабушке, как и этот старинный сундук. Как говорит Зара, каждая вещь – это воспоминание. Какого-то события или просто детства. И все эти ватные игрушки, созданные руками талантливого мастера, дарят нам радость и надежду. В канун Нового года я хочу пожелать, чтобы всю доброту, которую они накопили в этом году, унесли с собой в следующий год. Светлана Шаганова, Расул Бердиев. Вести Карачаева, Черкесия, Хабейский район. Это все вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Свата». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова